Друзья, всем привет! С вами снова я, Любомир Парада. Сегодня будет небольшой обзор по вот такому паракорду от компании Guardian Paracord. Когда-то я рассматривал уже такие варианты, сорвивал линии выживания, так сказать, сорвал линии. Но в последнее время меня опять стали спрашивать, что же там внутри. Я недавно был также на выставке на одной и тоже людям показывал, людям это было интересно. Оказывается, многие не знают, что это такое. Поэтому я хочу вкратце просто вам показать, что это за паракорд. Итак, смотрим. Давайте начнем сразу с упаковки. Это герметичный пакет с замочком. Открываем его и достаем паракорд. Зачем нам герметичный пакет, спросите вы. Потому что в данном виде паракорда, помимо семи нейлоновых нитей, как во всех стандартных паракордах, имеется еще дополнительная начинка, так сказать, для выживальщиков. Поэтому этот паракорд желательно держать в герметичной упаковке где-нибудь в своем рюкзачке для необходимого случая, до этого момента, когда он вам понадобится. И что хочется показать, что такого в этом паракорде. Тут я специально его уже немножко распустил. Смотрите, что сделала компания Guardian Paracord. Помимо семи обычных нейлоновых нитей, которые стандартом идут во всех паракордах 550 маркировки, в третьем типе. Тут есть медная проволока, тоненькая и достаточно прочная проволока, которая не мешает, так сказать, гибкости паракорда. Он также нормально гнется, нормально себя чувствует. И в то же время она достаточно крепкая и гибкая. Но для чего может понадобиться медная проволока нам в качестве выживальщиков прибамбасов? Где-то что-то связать, сделать финскую свечу. Много, в принципе, применений, какие-то хомутики и прочие штуки. Дальше. В этом паракорде есть леска для ловли рыбы. Тоже очень классный вариант, классное решение. Обычно, как у нас, если мы смотрим применение паракорда, то обычно все пишут, что вот берем одну из нейлоновых нитей семи и ловим рыбу. Да, это круто, но когда у вас есть настоящая леска в паракорде, в связке, это еще круче. Следующим дополнением идет шнур, джутовый шнур. Джут такое растение. Вот зачем нам нужен этот шнур? Шнур делается из растения. Он очень классный для розжига. То есть, если у нас, опять же, мы же выживальщики, правильно? Для того, чтобы разжечь костер с помощью искры, знаете, да, там с помощью кресала, вот, собственно, джут мы используем в качестве розжига. Как мы это делаем, я вам сейчас покажу. Собственно, распускаем, отрезаем кусочек, распускаем его, так, чтобы он был такой, на мелкие, так сказать, волокна. Чтобы вам было видно, вот такие вот. Так, распускаем его. В случае с костром у нас здесь будет какие-то там щепочки, там прочие там дела, чтобы уже разжечь, чтобы что-то схватилось. Но в офисе я вам покажу. Так, берем ножичек с кресалом, ну, или отдельно кресалом, отдельный нож, у кого как удобнее. И разжигаем. Так, с джутом мы разобрались, и последним компонентом в данном паракорде идет нитка, прочная нитка для пошива одежды. Тонкая, прочная, качественная. Вот, собственно, такая начиночка нашего паракорда. Идет он, как я уже сказал, в герметичной упаковке. Его тут 10 метров. Соответственно, очень классная, как по мне. И удобная, удобный вариант для походов. И по поводу плетения. Ну, кто-то меня как-то спрашивал, плести из такого паракорда. В принципе, я как уже говорил, он гибкий, нормальный, из него можно даже плести браслеты. Но, если браслеты у нас на руке, и условия бывают разные, да? Мы можем попасть под дождь, или еще что-то. Если оплеточка у нас подмокнет, мы можем намочить, собственно, джут, и не сразу разжечь какой-то костер. Потом придется нам его сушить. И еще мне не нравится. Сейчас попробую показать. Смотрите на паракорд. Через оплетку у нас такие тонкие-тонкие волосики. То есть джут у нас в каких-то моментах пробивается. И, соответственно, когда у нас плетем браслеты, будут такие вот маленькие кусочки торчать. Где-то даже, вот смотрю, немножечко может выступить сама проволочка. В принципе, для не перфекционистов, так сказать, которые особо не заморачиваются над внешним видом, можно и браслеты плести. Собственно, такой вот небольшой обзор. Кому интересно, я оставляю ссылочку на приобретение данного паракорда. Стоит он недорого. Я считаю, что если вы любите гонять по походам на природу, кинуть себе в рюкзачок такой вот небольшой мешочек никогда не помешает. Расцветки бывают разные. Есть армейский зеленый, есть койоты, есть черный. Собственно, опять же, цвета для, так сказать, туризма, выживания. Вот. На этом все. С вами был Любомир Бардам. Спасибо за внимание. Оставайтесь на канале. Подписывайтесь на канал. Приглашайте своих друзей подписываться на канал. А еще что хотел сказать, в последнее время заметил то, что мои ролики, которые я отписывал там пару лет назад, начинают выстреливать. Как-то попадают, наверное, в рекомендованные, потому что я вижу, что ко мне приходят новые и новые комментарии. И люди спрашивают, как сделать станок и как сплести там то и другое. Это очень круто. Как бы, когда у роликов появляется вторая жизнь, мне это очень нравится. Конечно, и хейтеров больше появляется там и пишут какие-то гадости в мой адрес. Но, собственно, если есть хейтеры, значит, есть какая-то зависть и есть какая-то популярность. Так что идем мы в правильном направлении. Спасибо, что смотрите этот канал. До новых встреч. Всего вам хорошего. Больше путешествий, походов, природы и мирного неба над головой. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok